Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Мы озвучиваем полный Новый Завет вместе с Откровением. Вот у нас вышел наше издание «Трехтомник». Вот как оно выглядит, эти книги. Каждая книга 752 страницы. И здесь же раскрашены 230 иллюстраций Дестава Доре и 10 классика. Итак, номер 7. Седьмой ролик уже. Евангелие Теана 5, 39, 42. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь, не принимая славы от человеков. Но, зная вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Толкование блаженного Феофилакта. В вас не пребывает Слово Божие, то есть Писание. Слово Божие, свидетельствующие обо Мне. Не имели они в себе и Слова Его, пребывающего, ибо отказывались от славы, от Слова и Бога. Иоанн 5, 43, 47. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. А если иной придет во имя Свое, Его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы которой от единого Бога не ищете? Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что Он писал о Мне. Если же Его Писанием не верите, то как поверите Моим словам? Толкование. А придет иной, то есть Антихрист, который будет доказывать, что Он только один Бог. Итак, Меня, который пришел во имя Отца, то есть говорю, что послан Отцом, вы не принимаете, а Его примете. Это с вами случится за то, что Он пообещает вам славу, житейскую, которую вы ищете, желая принимать славу друг от друга и отвергая славу, которая от одного Бога. А я вам не обещаю ничего привлекательного в жизни, но в словах моих вы увидите много трудного. Потому-то, говорит, вы не верите Мне, что не надеетесь получить от Меня никакой житейской приятности. И иначе вы не верите Мне, потому что любите славу друг от друга. Ибо начальники и учители, желая сами только быть в славе у народа, не принимают Меня, чтобы их слава не уменьшилась. А народ, ищущий любви от начальников, не хочет обратиться ко Мне, чтобы из-за Меня не лишиться чести у начальников. Так как они постоянно ссылались на Моисея, то Господь говорит, что Он будет обвинять вас, потому что Он писал обо Мне. Пророка восставит вам Господь, относилась ко Христу, и многое иное. Частью в словах, частью в знамениях и символах. Например, чудо над Купиною, Исход 3.2. Тут огнем означалось божество, а терновым кустом – грешное естество, которое воспринял огонь божества, и однако же сохранил он ее неопальным, озарив светом и одарив своим сиянием, а недостатков его не приняв. Весьма немало способствовало вере во Христа и сие изречения Моисея. Если, говорит, восстанет пророк, творящий чудеса и отвлекающий от Бога, не верьте Ему. Это Антихрист, Трозаконие 13.1.3. Итак, Христос, пришедший во имя Отца, творящий чудеса и не отвлекающий их, иудеев, от благочестия, был тот самый, о котором пророчествовал Моисея. Если же не верите в Писание Моисея, то как поверите моим словам? Он говорит, написал, и Библия всегда у вас пред глазами. Так что, если бы вы и забыли, легко можете припомнить, и однако же вы не верите написанному, как же поверите моим словам неписанным? Комментарий Игнатия Лапкина. Библия – это настольная книга для всех верующих христиан. Мы должны знать не только ее содержание, но должны уметь применить ее в нашей ежедневной жизни, в каждом поступке, в событии, во всех изменениях. Если сказано, что душа по природе христианка, по первозданной своей природе, ибо по испорченной природе она язычница, то душа каждого человека, впервые услышав текст Библии, должна воскликнуть. Это как раз то, что искала я и нашла. Иоанна 10,4. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Иметь Библию перед глазами очень легко, поставив ее на видное место, как икону. Но жить по ней, сверяться по ней, имея ее перед своими глазами, это возможно только тогда, когда любишь Иисуса, когда душу наполняет и любовь, и страх Божий. Тогда на каждый вопрос, возникающий в жизни, душа задает свой вопрос. А что об этом говорит Библия? Этот светильник, этот маяк, этот рупор? Библия всегда у вас перед глазами. Так что, если бы вы и забыли, легко можете припомнить, и однако же, вы не верите написанному. И не просто свериться, а узнав, что говорит Библия по любому вопросу, то отча же с радостью отказаться от своего уже принятого решения и покориться Богу, согласно слову Его. Так делали пророки, когда они желали своего и получали иное повеление. Они изменяли свой маршрут. Библия всегда у вас перед глазами. Так что, если бы вы и забыли, легко можете припомнить, и однако же, вы не верите написанному. Способны ли мы на то, можем ли проверить свою веру по Библии? Если бы сегодня создали специальную комиссию по расследованию какой-нибудь центр реабилитации и составили анкету хотя бы из ста вопросов, которые определяют суть веры, Христовой, то едва ли найдется пять пунктов, напротив которых недрогнувшая православная рука начертала бы. Это у нас точно по Библии. Дух Святой заповедует нам биться, бороться до смерти, не просто за веру, но за ту, которую дал Бог, и параметры которой четко определены в Библии. Филиппийцам 1.27 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Библия всегда у вас перед глазами. Так что, если бы вы и забыли, легко можете припомнить, и однако же вы не верите написанному. Иоанна 6.1.4 После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Толкование. Озеро называют морем, потому что Божественное Писание в собрании вод назвало морями. Бытие 1.10 Восходит на горы, потому что желает сообщить ученикам нечто таинственное. Ибо он обыкновенно всегда так делал. Потому что тому, кто имеет вести такую речь, нужно быть свободным от всякого смущения. И место нужно свободное от всякого шума. Иоанна 6.5-9 Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорит же это, испытывая Его, ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп же отвечал Ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Ну что это для такого множества толкования?» Для чего сказано Иисус, возведя очи? «Для того, чтобы мы знали, что очи Его не блуждали там и сям, но Он сидел со знанием и вниманием и сосредоточенностью, беседая с учениками о предметах божественных, наконец, возрел очами и спрашивает о народе, чем бы Его накормить. Испытав Филиппа, имеет ли он веру, и открыв, что он не свободен еще от немощи человеческой, таковым же находит и Андрея, хотя его представление и было несколько выше Филиппова. Да постыдятся манихеи, которые говорят, что хлеб и все созданное есть произведение Бога злого, и посему, если кто подаст им хлеб, не берут он и из рук его, но приказывают бросить его издалека. Сами же стоят и проклинают подавшего, посеявший тебя хлеб, пусть сам рассеется. Моловший тебя пусть сам измолот будет по телу, и прочее подобное. Да постыдятся же, когда слышат, что Христос, Сын Бога Благого, умножал хлебы. Если бы они были злым творением, благий не умножил бы зла. Не говорю же о том, что и сам не стал бы есть хлеба. Иоанна 6, 10 по 13. Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам. А ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Толкование. Повелевает им тот час возлечь. Как будто стол уже готов. Ученики прежде не верили, однако же теперь с готовностью располагают людей возлечь. Была трава, по времени весна. Ибо, говорит, была Пасха, а она совершалась в первый весенний месяц. Евангелист исчисляет только мужей. Он следует в этом законном обычае. Ибо и Моисей исчислял народ о двадцати лет и выше, но не упомянул ни об одной жене. Число двадцать шестая глава. Писание Сим показывает, что все мужеское и юношеское ценно и достойно исчисления у Бога. Взяв хлебы, благодарит. Сим показывает, что прежде принятия пищи, должно благодарить Бога. По словам же некоторых, он для того благодарит, чтобы до времени страданий укрыться от князя мира. Чтобы он по всему действию не почел его за Бога. Но прельстился и обманулся. И таким образом крестом был умерщлен. Господь попускает от хлебов остаться излишку не для показания себя. Нет. Но для того, чтобы насыщение мужей не приняли за призрачное. А все бы увидели ясно, что они истинно насытились. Так что и осталось очень много. По всей же причине повелевают и куски собрать, чтобы, видя их, более помнили о совершенном чуде. Нужно удивляться не тому только, что оказался остаток, но и число остатка. Он устроил так, что коробов остатков казалось не больше, не меньше, но по числу учеников, чтобы все носили. И Иуда не остался без участка, но и в этом чуде имел бы указание на то, что учитель его Бог. И отсюда получил бы пользу. Хотя по его злобе это обратилось в большее осуждение ему. Короба делается из финиковых ветвей, а праведник процветает, как финик. Псалом 91, 13. Иоанна 6, 14, 15. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Толкование. «Смотри, как народ любит чрево». Тогда как Иисус творил бесчисленные и самые поразительные чудеса, они не удивлялись. А вот из-за пищи говорят, сей есть тот пророк. Не обвиняют уже его в нарушении субботы, не мстят уже за нарушение закона, но за хлебы считают его столь великим, что не только пророком называют, но и считают достойным царства. Но он удаляется, научая нас презирать мирские достоинства. Он удаляется на гору один только, не взяв ни одного из учеников, для того, чтобы испытать любовь их, смотря по тому, снесут ли они отсутствие его. Иоанна 6, 16, 21. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им, «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Толкование. Господь удалился на гору один только для того, как мы сказали, чтобы испытать любовь учеников. Будут ли они искать его? Они ждут его до вечера, думая, что он придет. Когда же он не пришел, они не удерживаются, но любовью, побуждаемо искать его, входят в лодку. Ибо евангелист не просто и как бы случайно указал на время, но для того, чтобы показать их сильную любовь, в том, что и ветер их не остановил. Попускает им испытать бурю для того, чтобы, когда после бури настанет тишина, они более обрадовались. Случившимся, и чтобы в сердцах их напечатлелось неизгладимое воспоминание всем. Когда они находились в опасности, он предстает перед ними и словом своим прогонять страх их. И на море производит тишину, и таким образом творит вдвоякую тишину, укрощает смущение в душах их и волнение на море. Не вошел в лодку, чтобы совершить большее чудо. Смотри, три чуда. Одно, что он шел по морю, а другое, что укоротил волны. Третье, что лодка вдруг пристала к тому берегу, куда они плыли, хотя она далеко еще была от того берега, когда пристал к ней Господь. Исполнилось пророческое слово. Ходит по морю, как по земле. Ио в 9.8 Если мы пожелаем принять Христа и в лодку нашу, то есть поселить Христа в сердце нашем, то мы-то сейчас очутимся на той земле, которой плывем. Что же это за земля? Без сомнения, это земля обещанная. Небо, земля кротких и умерившихся от всякой злобы. Иоанн 6.22-26 На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тевериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И нашедшие Его на той стороне моря сказали Ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Толкование. Нашедший здесь Господа, народ не падает пред Ним, не хочет узнать, как Он пришел, не расспрашивает об этом чуде. Но так небрежно говорит, «Когда ты пришел сюда, те, которые хотели внечаянно взять Его и сделать царем, когда нашли Его, не желают уже ничего подобного. Они не обращают внимания на чудо, но желают в другой раз насытиться, как и прежде. Посему-то Господь и укоряет их. Он не сказал, «Чревоугодники вы и обжорливые», но сказал кротко, ибо Он облегчает их с желанием исправить и через открытие тайн сердца их привести их к большей вере». Иоанна 6, 27. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Толкование. «Вы, — говорит, — ищите Меня из-за хлебов, желая насытиться ими, но вы не должны все цело заниматься чревом, а должны преимущественно стараться о духовном и не употреблять всей заботы на пищу телесную, ибо ее Он назвал пищей, гибнущей. Так как многие из желающих жить праздно, и особенно массолиане, употребляют все слова в защиту своей праздности, то необходимо уяснить это изречение. Господь наш, Иисус Христос, сказал это не потому, будто желал пересечь телесную деятельность и расположить к тому праздности, ибо праздность научила многому худому, в Серахам 33, 28. И если нужно сказать точнее, то именно желание жить праздно и есть та гибнущая пища. А последователь Христов должен трудиться, чтобы мог и другим уделять, ибо в награду за сие обещано будущее царствие. Как же скажут, Господь сказал, что не должно стараться о пище гибнущей. Он и сказал это с тем, чтобы пресечь усиленную заботливость их объявствах и перевести онную на предметы духовные. Так скажут, но что Христос искореняет телесную деятельность, это видно из слов его к Марфе. Марфа, ты заботишься и суетишься, а нужно только одно, Мария же выбрала благую часть, Лука 10, 41, 42. И из слов, не заботись о завтрашнем дне, Матфея 6, 34. Так рассуждает желающая быть без труда. Что же скажем? То, что сказанное к Марфе сказано не о деле, не о деятельности, не о праздности, но о том, что нужно знать время и времени слушания не употреблять на заботу о объявствах. Он сказал это с целью научить ее, что время учения не нужно употреблять напрасно на занятия тем, что относится к дочреву. И тогда, как говорит, не заботись, не отвергать деятельности, ибо иная забота, иная деятельность. Бывает, что человек и делает что-нибудь, но нисколько не заботится. Итак, Господь, научая нас не пригваждаться к житейским вещам, не заботиться об успокоении на завтра, но желая лучше, чтобы мы трудились каждодневно, говорит, не заботись о том, как бы вам, потрудившись сегодня, быть на завтра спокойными, но каждый день, приобретая пищу, дневным трудом, не заботясь о завтрашнем дне. Пищу, пребывающую, называет таинственное причастие плоти Господней, которую Сам дает нам, соделывавшись Сыном Человеческим, на Котором Отец положил печать свою, то есть показал, подтвердил, что Он есть Сын Его. Хотя Христос и Сам подтвердил Своё достоинство чудесами, но, как Он говорит иудеям то, чтобы они не возмутились, обращается к Отцу и говорит, что им запечатлён, то есть доказан, за свидетельство вам, всего, который по виду есть Сын Человеческий, Отец запечатлел, то есть родил печатью и образом Своим, сохраняющим совершенную неизменяемость и естественное с Ним тождество. Иоанна 6, 28, 30. Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали Ему, какое же ты даёшь, дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что ты делаешь? Толкование. Вера в Него есть дело поистине священное и совершенное, и светящее имеющих Оную, ибо основательная вера руководит ко всякому доброму делу, а добрая деятельность сохраняет веру. И как дела без веры мёртвы, мёртвы, так и вера без дел мертва. Иаков 2, 17, 26. Смотри, какая неблагодарность и бесчувственность. Иоанна 6, 31, 34. Отцы наши ели ману в пустыне. Как написано, хлеб с неба дал им есть. Псалом 77, 24. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеба с неба, а Отец Мой даёт вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и даёт жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Толкование. Вот они вспоминают о мане, а не о другом каком-нибудь чуде, над египтянами или совершённом, или над Черным, Черным морем. желая возбудить его, совершить такое чудо, которое бы могло напитать их плоть, они напоминают о мане, по-крайнему, чревоугодию. Называет себя хлебом истинным не потому, будто манна была ложна, но потому, что она была образом и тенью, а не самую истинную. Ибо единородный Сын Божий, сделавшийся человеком, есть в собственном смысле манна. Поразительное слово и слышание манна значит что это? Ибо евреи, каждый, увидевший её во множестве, выпадавшую около своей палатки, поражённый необычайностью и странностью видения, спрашивали у друга друга что это? И Господь, Сын Божий, стал человеком, сам есть поражающая всех манна, так, что каждый в недоумении говорит что это? Как Сын Божий и Сын Человеческий, как из двух противоположных естеств одно лицо? Что это за таинство? Итак, сей хлеб по естеству будущей жизнь, как Сын живого Отца творит свойственное Ему, оживляет всё, как хлеб земной поддерживает слабое естество плоти и не допускает разлагаться, так и Христос действием Духа оживляет душу, да и самое тело поддерживает в нетлении, ибо Христом даровано естеству человеческому восстание из мёртвых и нетление тел, всегда говорят, подавай нам такой хлеб, ни один день, ни два, говорили это и по сребролюбию, чтобы нам не употреблять своих денег на приобретение пищи, подавай всегда этот легко получаемый хлеб, Иоанна 6, 35-38 Иисус сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда, но я сказал вам, что вы видели, что вы и видели меня, и не веруете, все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не сгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца, толкование, так как все было умерщвлено, то оживил нас сам собою, хлеб жизни непростой, обыкновенной, но особенной и непересекаемой смертью, верующий в такой хлеб не будет алкать, не будет терпеть голод, слышание Слова Божия, и не будет иметь разумной жажды, бывающей от неимения воды, крещения и освящения духа, ибо некрещеный имеет жажду и большую сухость, не участвует в святой воде, возрождающую душу, а и крещеный, имея духа, всегда от него оживляется, показывая, что вера от него не есть дело только случайное, но дар Божий, подаваемый от Отца достойным и благонравным по сердцу, говорит, все, что дает мне Отец, ко мне придет, то есть те будут веровать в меня, которых дает мне Отец, а вы, иудеи, как недостойные, не даетесь мне от Отца, потому и не приходите ко мне, говорит это, чтобы узнали, что не принимающий его противен Богу, как противящийся воле Отца, так как они его называли противником Богу, то он обвинение и обращает на них и говорит, хотя они явно, не принимая того, кто следует по воле Отца, вы делаетесь противниками Богу, итак, Христос не простой человек, а боготворенный впоследствии, как пустословил не истории, но предвечный Бог, почеловечившийся в последние времена, Иоанна 6, 39, по 40, воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все это воскресить в последний день, воля пославшего меня Иста, чтобы всякий видящий Сына и верящий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день, толкование, воскресение двоякого рода, одно общее и вселенское, которым воскреснут и все грешники, а другое, которым воскреснут одни только праведники, восхищающиеся на облаках по воздуху навстречу Господу и встречающие Господа с дерзновением. Сие последнее воскресение Павел называет возвышением по причине поднятия от земли, ибо грешники, хотя воскреснут от гробов, но не поднимутся от земли на воздух, а останутся внизу, как осужденные. Наверное, все. Посему праведники воскреснут и поднимутся, восхищаемые на облаках навстречу Господу. 1 Псалоникийцам 4.17 А грешники только воскреснут. Иоанна 6.41-44 Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, я есмь хлеб, сшедший с небес, и говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я шел с небес? Иисус сказал им в ответ, не ропщите между собой, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Толкование Когда Господь сказал, я есмь хлеб, то иудеи зароптали на него, потому что обманулись, ибо доколе они думали, что он говорит о хлебе чувственном, они вели себя кротко, надеясь, что он даст им всего хлеба и удовлетворит их чреву. А как он открыл им, что у него речь не о чувственном хлебе, а о духовном, то они в ограничении ропщут, ибо где им помышлять о духовной пище, жизни и воскресении? Соблазнялись об нем, видя, с одной стороны, матерь его, а с другой стороны, слыша, я шел с небес, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. Говорит это, не уничтожая самопроизволение, но показывая, что имеющий веровать нуждается во многом содействии от Бога. Иначе, отец привлекает тех, которые имеют способность по их произволению, а тех, которые сами себя сделали неспособными, не привлекает к вере, ибо как магнит привлекает не все, к чему приближается, а одно только железо, так и Бог ко всем приближается, но привлекает только тех, которые способны и обнаруживают некоторое родство с ним. Отец привлекает и приводит к сыну, а сын воскрешает и оживляет, даруя дыхание в добре и жизнь, которая есть Дух Святой. Итак, верующим благодетельствует вся Святая Троица, а не в частности один только отец или один только сын, но как естество одно, так и действия благотворения одно. Отец приводит, сын оживляет, Дух Святой для оживляемых служит дыханием, ибо всякий живой имеет и дыхание. Смотри, какая власть сына, я, воскрешу. Не сказал Отец мой воскресит, но я, ибо не всегда говорит о себе уничиженно, а иногда открывает и высоту своего божества. Все. Все. Все.